И всем доброго времени суток! Делая обзор на Fallout Воскрешение, я упоминал, что мне очень нравятся первые части Фола. Поэтому я люблю знакомиться и с глобальными модификациями от фанатского сообщества по упомянутой серии, чтобы так сказать поностальгировать. И в принципе такая же ситуация с другими легендарными сериями, причем временами появляются моды, которые модификациями не поворачивается назвать язык. Взять хотя бы те же Осколки Порядка, сделанные на движке Скайрима. Для тех, кто не слышал о проекте, ссылку на обзор я оставлю в описании. Хроники Миртаны Архалос, проект от польского фан-сообщества, который так же как и Осколки Порядка не предлагает нам кучу новшеств на старых картах, а отсылает нас в новые места. Действие игры развернется во вселенной Готики, на острове Архалос, куда направляется корабль с беженцами, что намерены найти новую жизнь вдали от войны орков и людей. Главный герой парень по имени Марвин, что вместе с другими беженцами мечтает о мирной жизни. Но несмотря на то, что в отличие от Безымянного, он не избранник богов и ему на своем будущем пути предстоит совершить не один подвиг. Начало застанет нас на корабле, где герой познакомится со своими попутчиками, что после пройдут часть пути с нами, как земляки. Также старт ознакомит нас с некоторыми новинками, причем назвать корабль обучением нельзя. Все таки Архалос рассчитан на геймеров, что уже знакомы с первыми двумя частями. В которых конечно так же не было привычного нам обучения и некой тренировкой служил лишь путь от той же башни Ксардеса до города. Но тут основы мы должны знать уже со старта, а вот о новинках нам расскажут по мере прохождения. Система диалогов в игре осталась такая же, нам что-то говорят, мы выбираем ответ. Причем разговоры в игре полностью озвучены, но лишь на польском языке. Русской озвучки, по крайней мере на момент написания обзора, пока нет, да и субтитры в большей степени переведены через переводчик. Но благо с редактированием, поэтому читаемый. Графон изменился и стал более детализированным, правда если установить 11 директ. Но самое главное то, что мододелы сумели великолепно передать дух готики, от чего геймеры, что не раз прошли первые две части, навряд ли легко смогут оторваться от хроник. Тигровой мир, как уже понятно, представлен островом Архалос, на котором по классике размещено несколько поселений. Что связаны между собой дорогой, но основную часть острова, конечно, занимают места для приключений. В поселениях, будь то деревня или город, обитают кучи НПС, имеющих по традиции готики свой распорядок дня. Причем ребята не поленились и к каждому Неписю сделали несколько действий в трудовой день. Типа фермер с поля идет есть, а после опять отправляется в поле, до вечера, затем в кабак и спать. НПС можно поделить на безымянных и именных. Первые крестьяне охрана могут рассказать герою о месте, где они обитают, о том, что творится вокруг и где что найти. В общем, почти как в первой и второй готике. Почти. И помимо перечисленного, некоторые жители смогут загрузить протагониста какой-то задачей, но небольшой и часто решаемый прямо на месте. Типа вот тебе рецепт, приготовь мне с него блюдо, или иди сюда, дам тебе в морду. Именные, помимо рассказов о себе и мире игры, структура диалогов, как я и сказал, не поменялась, нагрузят нашего парня своим набором задач, что можно поделить на сюжетные и второстепенные. Сюжетка двояка, с одной стороны эпической истории о борьбе с великим злом ждать не стоит. И в основе сюжета тут больше лежит становление героя, то есть превращение его из беженца в знатного жителя и истории его семьи. Сами же сюжетные квесты время от времени будут предлагать выбор, какой условной дорогой пойти, после чего нас ждет небольшая сюжетная развилка, после которой пути вновь сойдутся. Пример, после высадки на берег мы можем или остаться ночевать в пещере, или отправиться с братом в деревню в потемках, отчего пойдет развилка в парочке последующих задач. Конечно же вступление в одну из двух гильдий принесет свою линейку квестов. Отчего чтобы узнать все, игру желательно пройти дважды, а она отнюдь не маленькая и на первый заход у меня ушло сотня часов. Но ненадолго снова вернемся к гильдиям, их как я и сказал две, стража и наемники. Что имеют свою высшую цель, типа глава стражи хочет вернуть былое величие гильдии. Ну а мы им в этом можем помочь, точнее кому-то одному. Помимо двух главных гильдий герой сможет пройти линейки заданий и мелких группировок. И как ни странно маги в данной игре являются мелкой гильдией. Поэтому научить героя колдовать можно всегда. Второстепенки, несмотря на классическую основу «пойди убей принеси» довольно интересны, так как имеют неплохие истории. Часто нужно поиграть в детектива, ну или желательно, так как многие задачи имеют несколько решений. Опять же пример, пастух обвинит одного из жителей в том, что тот украл его овцу и попросит в отместку навалить говна в его кровать. Я не шучу. Можно или сразу это сделать или начать расследование и после по результатам решить, что делать и куда кому навалить. Второстепенок, кстати, куча и после прохождения каждой из глав желательно обойти все жилые места, чтобы проверить, где появился новый квест. Конечно, не обойдется тут и без торговли, и по своей структуре она не изменилась. Торговцы делятся по профессиям кузнец, булочник, алхимик и так далее, и каждый торгует своим видом товаров, ну а мы им сможем сбагрить любой. Количество золота у барыг не ограничено, и золотишко тут нужно фактически до финала, так как потратить его есть на что. Те же доспехи обойдутся герою в десятки тысяч, а еще из-за тренировки плати и в части квестов они нужны. Ну и покупку расходников или редких трав со щитов сбрасывать не нужно. Естественно, никуда из игры не исчезли учителя, что способны повысить у героя какие-то характеристики или обучить премудростям. Охоте, кузнечному делу и тому подобное за уже упомянутое золото и очки навыков, которые в количестве 10 единиц выдают за уровень, попутно повышая хп, в этом деле опять же все без изменений. Но не только NPC будут обучать героя, ведь в игру ввели и книги обучения, прочитав которые и потратив баллы навыков, герой так же освоит новые профессии. Причем бесплатно, если конечно книга досталась на халяву. Хотя для изучения того же первого круга магии необходимо отыскать и прочитать целых два тома соответствующих книг, потратив 20 баллов навыков. Да, колдунства тут дороговаты, но они окупятся в процессе прохождения. Ну а характеристики все так же можно повысить перманентными зельями или едой, главное изучить нужные рецепты. Вообще ремесло тут можно поделить на 4 категории. Кузнечное дело, позволяющее делать оружие ближнего боя, столярное, луки-арбалеты, алхимия, склянки с зельями и готовка. Первые три необходимо изучить у мастеров, причем ремесло имеет три уровня крутости ученик, подмастерье, мастер. И на каждый уровень нужно потратить энное количество баллов навыков, кроме готовки, тут мы со старта мастер. Структура создания предметов схожа, нужен рецепт и ингредиенты, делящиеся на расходуемые типа мяса или трав и на те, что просто должны быть в инвентаре. Вроде ножа для создания луков или кузнечного молота. Также к профессиям можно отнести и горное дело, и взлом замков, и воровство, и охоту. В общем, обучаем мы героя кучи всего. Чем же еще можно заняться в поселениях? Ну, обнести все дома, как бы это ни прозвучало, но для готики это норма. Главное, чтобы жильцы по голове не дали. Взлом замков, кстати, не изменился. Подбор комбинации нажатием влево и вправо. Можно сходить в бордель, подраться в кабаке с каким-нибудь крестьянином, после пойти домой, выспаться, чтобы с утра отправиться пугать местных животных, монстров или бандитов. Враги, естественно, разбросаны по миру и особо сильные защищают проходы, куда герою нежелательно соваться со старта, хотя кого это останавливало. Обитают супостаты обычно группами, и в зависимости от своего вида или этими группами и нападают, как волки допустим, или их вполне можно выловить по одному. У мишкам оппоненты не блещут и бегут по прямой, застревая во всем, где можно. Но в драке у многих своя тактика. Кто-то будет пытаться увернуться, кто-то поставить блок, ну а кто-то прет на пролом. Все эти чудо-юды, естественно, охраняют свои сокровища. Сундуки с добром, жилы с металлом или даже растения, которые после боя можно и нужно прибрать в бездонный инвентарь. Также мододелы спрятали кучу тайников в своем мире, и те, кто любит тыкаться в каждый угол и залазить туда, куда нормальный человек не полезет. Останутся довольны. Те, кто создавал мод, все продумали и припрятали что-то полезное во многих казалось бы непролазных местах. Да, система быстрого перемещения тут есть, но привычные телепортеры были переделаны. И помимо необходимых рун нужно еще прийти в специальные места, откуда уже и можно переместиться. Также по миру нас могут прокатить лодочники и извозчики, но эти уже за монеты. А нагулявшись по округе, вечером мы вернемся в город, чтобы сдать квесты, взять новые, чему-то обучиться, что-то создать, прикупить, ну а с утра снова в путь. Лично в моем списке модов для готики Архалос точно войдет в тройку лидеров. Да, кое-что в нем не мешало бы поправить и добавить, тот же финал по-моему несколько ускорен. Как будто бы мододелы планировали как минимум еще одну главу. Но в целом картина впечатляет и хроники просто не поворачивается назвать модом. Несомненно рекомендую к ознакомлению и прохождению всем любителям первых частей готики. Ну а на сегодня все, всем удачи и подписывайтесь на канал.